Анимация взрывающегося текста в космосе. О как! И снова здравствуйте! С вами Взрыв в космосе. Вернее, Вячеслав Федоткин. И сегодня мы продолжаем тему взрыва в космосе. И на основе прошлого урока Взрыв в космосе мы сделаем анимацию Взрыв в космосе. Вот такая вот шутка. Наверное, неудачно. Итак, в результате анимации результатов прошлого урока у нас получится вот такая анимация. Здесь есть простой метод анимации самый примитивненький и чуть-чуть посложнее. Кому что больше понравится, тот то себе и возьмет. Итак, начинаем. Закрываем. Открываем прошлый файл. Эта PSD у вас должна быть. Если нет, то под прошлым уроком там где-то есть ссылочка на него. Можете скачать или сделать сами. Из разницы. Итак, у нас есть два пути. Если вы хотите, чтобы ваш черный текст оставался черным, непрозрачным, тогда вам его нужно оставить без изменений. Если мы его объединим вместе с двумя другими слоями, отметив их с Shift и нажав Ctrl-E. После этого выберем режим наложения экран. И видите, у нас текст тоже стал прозрачным. В этом есть своя прелесть. И я оставлю так. Вы, если не хотите, можете оставить текст без изменений и работать уже с двумя слоями сразу. Техника от этого не меняется. Итак, какой будет алгоритм наших действий? Мы представим, что он, начиная с маленькой точки, начинает взрываться так, что закрывает весь экран и проходит как бы сквозь нас. Начнем от обратного. Так будет легче. Прежде всего масштабируем его. Скажем Ctrl-T. Уменьшим масштаб Ctrl-. И удерживая Shift, чтобы пропорционально было, и Alt, чтобы трансформация шла из центра. Давайте его масштабируем. Мы хотим, чтобы конечный кадр у нас был примерно вот такой. Ну вот так даже. Нажимаем Ввод. Вот что у нас получилось. Это конечный кадр. Теперь мы должны его уменьшать. Дублируем слой Ctrl-J. Вызываем также Ctrl-T трансформацию. Нам ее сейчас не видно. Если мы нажмем Ctrl-0, то мы увидим рамку трансформации. Чтобы руками ее не трансформировать, давайте в процентах сделаем его сразу напополам. То есть в два раза меньше. 50%. Не забудьте вот здесь связать высоту и ширину, чтобы пропорционально шло. Говорим Ввод. И еще раз Ввод, чтобы трансформация завершилась. Итак, повторяем наши действия. Увеличим, чтобы было лучше видно. Ctrl-J. И теперь, чтобы заново не трансформировать руками, мы можем вызвать такую команду, как повтор трансформации. То есть нажать не Ctrl-T, а Ctrl-Shift-T. Пам. Обратите внимание на пиктограмму слоя. Нам на ней виднее будет, что трансформация произошла. Повторяем эти движения. Я ускорю видео. Итак, что у нас получилось. Вот. То, что нужно. То есть маленькая, еле заметная звездочка будет увеличиваться. Мы готовы сделать анимацию. Вызываем шкалу времени. Говорим создать анимацию кадра. Сразу устанавливаем у него длительность 0,1 секунды. И делаем 10 кадров, так как у нас получилось 10 слоев. На втором кадре у нас идет эта картинка. Третий. Это. И так далее. Я ускорюсь. Вот. У нас получилось 10 кадров. 10 слоев. Здесь мы говорим постоянно прокручивать и проверим, как у нас это дело идет. Ну что ж. Вроде похоже. Единственное, что нужна небольшая пауза, чтобы так это сильно не мельтешило. Сделаем ее на первом кадре. Поставим им полсекунды. Так лучше. Итак, самый простой способ у нас сделан. Вы можете им пользоваться и не смотреть дальше. Ну а дальше мы для выпендрежников наведем еще кое-какие эффекты. Итак, прежде всего давайте все эти слои соберем в одну группу. Шифтом отметили их. Нажали Ctrl-G. Эту группу обозвали взрыв. У нас остался слой со звездами. Давайте представим, что у нас идет какая-то взрывная волна от взрыва нашего текста. И эта взрывная волна будет распространяться от центра и дальше, и дальше, и дальше. Для этого будем использовать фильтр сферизации. Фильтр искажения сферизации. То есть вот он так. Видите, да? Они будут как будто разлетаться из центра и дальше. Значит, параметры у нас идут от минус 100 до 100%. То есть всего 200. У нас 10 кадров. Значит, на каждый кадр у нас придется по 20%. Замечательно. Значит, подготовим 10 кадров. То есть 10 сделаем копий. Ctrl-J. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, всего их получилось у нас 11, потому что этот лишний. Значит, первый кадр у нас будет минус 100. Помните, да? Фильтр искажения сферизации. Делаем минус 100. Пам. Второй, соответственно, минус 80. И так далее. Минус 60 и так далее. Я ускорюсь. последний у нас получилось 80, а не 100, потому что все-таки 11 получается шагов, а у нас 10 кадров. Но не суть важна. Итак, расставляем все это дело у нас полкадром. То есть то же самое. На первом кадре у нас первое небо, на втором второе, на третьем третье и так далее. проверяем. Ну, вроде как прикольно, но у нас здесь как бы получается черная дыра, которая потом вспухает. Чтобы этого не было, нам достаточно увеличить наши кадры со звездами. То есть выделяем их все. Говорим трансформация Ctrl T с Shift и с Alt вот прям до такого момента. Пам. Проверяем. Ну что ж, уже прикольненько. Так, это мы сразу в группу объединим. Ctrl G обзовем их звезды. Ну, вроде как все, но самые пытливые скажут, нет, Вячеслав, у нас же остался еще один слой. Я скажу, да он корректирующий, он такой, недослой. Скажите, все равно с ним можно что-то придумать. И вы будете правы. Значит, что мы с ним можем придумать? Не вдаваясь в школьный учебник астрономии про эффект Доплера и красное смещение в спектре звезд, если они летят от нас, мы скажем по-простому. Если звезды летят на нас, то из темных, из темно-синих, они должны становиться ярче. То есть, скажем так, почти белыми или светло-голубыми. Итак, значит, мы можем им 10 раз изменить оттенок. Предположим, они у нас будут темненькие, но где-то вот так, 250 здесь получается. И до самых светленьких, где-то вот так, до 200. Вот получается 250, 200, то есть по 5 единиц мы будем двигать. То есть, первый кадр у нас будет 250, второй, соответственно, Ctrl-J у нас будет 245. Вот, третий 240 и так далее. Я ускорюсь. Итак, делаем все то же самое. Первый кадр у нас будет первый, самый темненький. Второй кадр будет следующим и так далее. объединяем объединяем слои в группу. Обзовем ее цвет. Ну или свет, конечно. Проверяем. Та-да-да-да. Так, а вам не кажется, что вот он идет немножко долговато, предпоследний кадр лишний? Смотрите, пам-пам-пам. Вот я предпоследний кадр беру. Без него будет лучше. Ну это так, как последняя фишечка. В принципе, может быть, здесь есть излишние навороты, но вы всегда можете остановиться после первого шага. Ну вот и все. До новых встреч, разрушители галактики. Ах да, чуть не забыл. При сохранении анимации как GIF не забудьте указать здесь что-нибудь поменьше, а не 1280 точек. Потому что, когда вы будете сохранять GIF анимационный, у вас получится размер аж 3,5 метра. Куда вы его можете поставить. Поэтому берите что-нибудь стандартное. Там 200 на 200, пиксель 400 на 400. У вас получится, видите, сразу 150 килобайт. Ну вот и все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.